Радио МВН Мы сегодня тоже обязательно поговорим, но начать, наверное, стоило бы с внесенного президентом Порошенко в Верховную Раду законопроекта о прекращении действия договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией. Дружбы давно нет, есть война, есть оккупация, есть диверсии, есть шпионы, есть их тамнеты, вся эта мерзость есть. Да и Федерации давно уже нет. А договор есть, ты представляешь себя, договор существует. И мне кажется, ну то есть понятно, что это та ситуация, когда лучше позже, чем никогда. Но тот факт, что всё это время войны продолжал действовать этот самый договор, на который с той стороны давным-давно наплевали, которым вытерли ноги и все остальные места. Которые нарушены просто напрямую, все остальные места, которые там есть, нарушены напрямую России просто-напросто. Вот в том-то и дело. И то есть формально он перестаёт уже давным-давно действовать, но неформально продолжает существовать. Кстати, надо будет сегодня, если успеем, коснуться ещё одного очень похожего документа, имеющего отношение к балканским странам и с массой всяких параллелей с нашей нынешней ситуацией. Всё! То есть законопроект внесён, и здесь очень важно будет посмотреть, кто будет голосовать за прекращение, вернее, против прекращения договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией. А мне кажется, я даже знаю, кто будет за это голосовать. Ну-ка, ну-ка, расскажи. Я думаю, что прям ОПО-блок будет против этого договора голосовать. Это само собой. Вот ты знаешь, и это, кстати, отлично, что здесь-то демократия работает таким образом, что нельзя проголосовать анонимно. Что, ну, то есть если ты уж вызвался быть народным избранником, ты не можешь скрывать там свои собственные устремления, ты не можешь где-то втихаря куда-то бросить за шторкой бюллетенчик, да? Ты должен нажать кнопку на том устройстве, которое заведено на тебя, ты не можешь это сделать анонимно. И полный список всех тех ребят, которые не поддержат этот законопроект, конечно же, надо будет обсуждать, конечно, надо будет разбирать поименно. И желательно с каждого из этих персонажей вот прям вот лично спросить, а почему же, собственно говоря, ты считаешь... Зачем вы хотите с ними дружить? Не, ну я-то думаю, слушай, я думаю, этот законопроект примут на ура, в общем-то, каких-то особых таких терок не будет, и уж, во всяком случае, точно не будет таких битв, как при принятии военного положения. Но я поддерживаю руками и ногами все, что касается того, чтобы как можно быстрее, как можно дальше оторваться от этого Мордора, от этой империи и уйти в свободное плавание в сторону нормального человеческого мира. Поэтому разрывать все к чертям собачьим, переходить на украинский язык, на другую культуру, на другое мировоззрение, чем быстрее, чем дальше это будет сделано, тем лучше. — Единственное, что хочу вот здесь вот оговориться, что я очень надеюсь, что все это и военное положение, и разрыв договора о дружбе — это не предвыборный пиар по той простой причине, что четыре с лишним года все это оставалось, как и было. Разные высокие люди с разных высоких трибун нас убеждали, что сейчас не время отменять тот или иной закон или вводить то или иное положение, потому что это ударит по экономике, по там правам тех граждан, которые вынуждены сейчас там так или иначе взаимодействовать с Россией, или там, не дай бог, живут сейчас там украинские граждане и тому подобное. — Внезапно вдруг вся эта риторика поменялась, причем не просто поменялась, да, она 180 градусов развернулась. И я повторюсь, я очень надеюсь, что это не для того, чтобы там какие-то очередные себе преференции перед выборами выбить, а все это действительно делается в интересах государства, все это делается в интересах народа, пускай, возможно, сейчас это и может казаться там некоторым предвыборным каким-то таким шумом. — Слушай, ну, конечно, это предвыборный пиар, и, конечно, это для того, чтобы выбить и преференции, и поднять свой рейтинг, это очевидно, и то, что все это делается перед выборами, но я как-то для меня, вот, например, этот факт, он является второстепенным. Предвыборный пиар, не предвыборный пиар, все равно это делать надо. Делать надо. То, что это надо было делать давно, то, что это надо было делать в 2014 году, ну, безусловно. Ну, дошли руки сейчас, ну, плохо, конечно, 4 года упустили, но хоть так. — Ну, вот то, с чего начали, лучше позже, чем никогда. Давай, все-таки не могу мимо пройти, я хотел на самый конец оставить, но, наверное, потом тогда чем-нибудь другим закончим. Тот самый документ, который был отменен, действие которого было отменено в Черногории, в Подгорице, в столице Черногории, 10 часов депутаты обсуждали отмену закона, которому исполнилось 100 лет, который в 1918 году лишил Черногорию суверенитета, лишил Черногорию своей власти, лишил Черногорию автокефальной церкви и передал все управление в Белград. И вот этот закон был принят вот на самом излете уже, а уже, по-моему, даже после, а может быть, на самом излете. Нет, после Первой мировой войны Черногория была оккупирована Австро-Венгриями, пришла сербская армия, Австро-Венгрию выбила, но уходить не стала, и черногорцы собрали каких-то просербских политиков, назвали это великим парламентом сербского народа в Черногории. Великим. Великим, да. И они проголосовали очень быстро, потому что оккупанты у них за спинами стояли, проголосовали за этот самый закон. Референдум. Нет, нет, референдума не было, было вот это вот только вот просерб. Ну, как говорится, тот же самый референдум, считай, с оккупантами за спинами. И ты представляешь, естественно, это тут же было подхвачено самыми разными певцами «Один народ», значит, «Общее прошлое», «Скрепы», «Духовность», «Своя церковь» — это там «Раскол», «Прозападничество» и тому подобное. Эти все песни, вот они точно так же пелись сто лет назад на Балканах. И вот только на прошлой неделе этот документ был отменен, его действие было приостановлено, вообще остановлено. И более того, ты представляешь себе, даже не сразу и не единогласно в парламенте Черногории проголосовали за отмену закона, который лишал их государства суверенитета и подчинял чужим абсолютно людям. Ты представляешь, нашлись там просербские партии, по-моему, 16 человек, которые были против отмены этого самого закона. — Что вы до Порошенко вообще докопались 4 года, думал 4 года, думал, вот черногорцы 100 лет думали, и то не до конца додумали, и то были какие-то, как ты говоришь, там баталии. Мне вообще нравится мировоззрение черногорцев, которое начинается с фразы «Человек рождается уставшим, он живет, чтобы отдохнуть». — Сто лет туда, сто лет сюда, какая разница. А здесь через 4 года, просто можно сказать, пулей фактически. — Ты видишь, на самом деле большая разница, и это можно посмотреть по тому, как менялось отношение самих черногорцев к метрополии, к Югославии, потому что в начале 90-х там большая часть населения либо поддерживала Союз Сербии, либо никак на это не реагировала. В 2006 году Черногория последней вышла из вот этой вот уже развалившейся Югославии, оставалась только вот Союз Сербии и Черногории. Причём там уже почти 56% были только за независимость Черногории. И с каждым годом число тех людей, которые считают, что надо жить своим умом, надо жить своим суверенитетом, своей церковью, своим правительством, своим парламентом, растёт. То есть самосознание гражданское. Я понимаю, что это смешно, да, звучит само по себе, да, слово сочетание гражданское и самосознание, потому что оно… — Нет, это-то не смешно. Смешно звучит, что они сто лет. — Нет, оно очень долгое время было таким пустым, не наполненным никаким смыслом, да, вот в постсоветском пространстве, в советском пространстве, в постсоветском пространстве не было наполнено никаким смыслом. Теперь вот оно наполняется. Причём вот смотри, ведь по большому счёту там тоже был этот чудовищный социалистический эксперимент, была война кровавая. Кстати, черногорцы успели поучаствовать, не все, к счастью, поучаствовать в разного рода военных преступлениях, совершённом режимом Милошевича, потому что формально это была одна страна, и формально, значит, армия черногорская подчинялась Белграду, и они там и на Хорватию нападали, и выгоняли, и устраивали резню боснийских беженцев и мусульман. Всё это было. Теперь это всё надо каким-то образом преодолеть это прошлое непростое, мягко говоря, да, нужно осознать какие-то собственные ошибки, отменить все те законы, которые снимали с себя ответственность и передавали чужому дяде в Белграде, и начать жить своим умом. А я думаю, знаешь, о чём думаю? Я думаю, что, наверное, Владимир Владимирович сделал опять замечательную многоходовочку, если бы он не попытался там устроить очередной военный переворот и захватить очередную власть своими пророссийскими деятелями, то я думаю, что черногорцы ещё бы лет сто спали, и так бы до них и не дошло бы ещё лет сто. А тут Владимир Владимирович такой, бац, ребята, давайте-ка обратно встуло, и до людей, смотри, дошло, не-не-не, давайте-ка разрывать договоры, ну и вон нафиг вот это всё. — Там, смотри, ещё стоит отметить момент, вот после этого 10-часового заседания один из этих самых ярых противников отмены этого закона был арестован, был арестован по подозрению во взяточничестве, без относительно этого, кстати, закона, ну то есть прямой связи нет, но мы-то все прекрасно понимаем, он был арестован по подозрению во взяточничестве, и, судя по всему, ниточки тянутся как раз к тому самому заговору, к той самой попытке переворота, и не исключено, что в той взятке были деньги, в том числе из российского бюджета, в том числе предназначенные для того, чтобы раскачать каким-то образом ситуацию и не дать возможность Черногории присоединиться к НАТО, выбрать, в конце концов, европейский путь развития и так далее, то есть, ну, всё взаимосвязано, всё время пытаюсь объяснить, что в мире уже нет каких-то отдельных территорий, если там не какие-нибудь Андаманские острова, всё в мире уже связано настолько плотно, что ткнёшь в Дамаске, больно станет в Ивано-Франковске. Вот, опять же, возвращаясь к тому, с чего ты начал, давайте смотреть, кто будет голосовать в Раде против разрыва договора о дружбе с Россией, и смотреть, какие там уши, откуда растут и куда торчат. Растут, а, да куда они торчат, мы все прекрасно знаем, куда они торчат, в направлении какой ретрансляторной вышки они устремлены, это-то мы прекрасно знаем. Кстати, в направлении ретрансляторной вышки наш с тобой друг и товарищ Роман Цымбалюк, который сейчас в самом логове этих самых ретрансляторов находится, трудится в Москве и является руководителем корпункта агентства «Униан» в России, у него же отличная была пикировка на неделе с Марией Захаровой, официальной представителями. С нашими любимыми Марией Захаровой. Да, она там жаловалась на тебя, но это мы потом успеем обсудить. Там самое интересное в этой истории связано с ее заявлением о том, что ряд украинских городов, оказывается, может быть оккупированы Российской Федерацией. Ряд дипломатические представительства России могут поменять свой статус и превратиться из дипломатических представительств. Во что там? В представительство МИДа Российской Федерации. В представительство оккупационной стороны, типа вы сидите смирно и не выпендриваетесь, а то мы тут придем и порядок наведем. Вот такой у нее был посыл, после чего она, конечно, стала отнекиваться, отказываться, говорить, что Роман, вы опять все не так поняли, Роман, вы меня переврали, вы там выдернулись из контекста. Но она говорит это, в общем-то, прямыми словами. — Нам угрожают оккупации. — Нам угрожают оккупации. — Да, представитель, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации угрожает оккупацией. И Владимир Владимирович Путин тут же, опять же, недавно заявил, что пока в Украине будет этот режим, здесь все время будет война. Что, в общем-то, я думаю, что он хотел сказать, что, типа, проклятый Порошенко, проклятый Бандеровцы едят русских мальчиков, но, опять же, прозвучало так, что пока вы не поднимете лапки и не пойдете в стойло к России, мы будем с вами воевать. — Мария Захарова, которая сначала пообещала оккупацию, потом заявила о том, что ее не так поняли, так я упустил тот момент. Там она жаловалась на тебя. В каком контексте она на тебя жаловалась? — Она сказала, что провокацию в Керченском проливе устроена по таким же лекалам, как провокация с Бабченко, и она не удивится, если за этими двумя случаями стояли одни и те же люди. И вот прям просто, когда я это прочитал, я прям проникся уважением к Алексею Цамбалюку, человеку, которому Борис Герман заказал меня убить, и прям как наш пострел везде поспел. Смотри, и Бабченко успел поубивать, и провокацию в Керчи устроить. Удивительный просто человек, страшный, страшный человек, страшный бандервиц. — Ну вот тебя вспоминались на этой неделе самые разные люди, в Словакии, например, вспомнили. — А словакам-то я что? — А решили, что нельзя верить Украине, как раз ровно потому, что в свое время Украина с помощью тебя весь мир обдурила. И я наткнулся еще... — Великий дипломат, председатель парламента Словакии, да, это сказал. — Да-да-да. — И прям весь мир содрогнулся и ужаснулся, как такая великая дипломатия Словакия, лидирующая на международных... — Ну не ёрнися, ну не ёрнися. — Слушай, ну там бабло зашло, и вот просто, понимаешь, вот все эти схемы, они уже... — Так ты так и говори, зачем же ты ёрнися, что ли? — Все их уши уже торчат, уже невозможно, просто скрыть невозможно. — Я вот еще, смотри, я столкнулся трижды, а то и четырежды, наоборот, кстати, у самых разных людей, естественно, я там не читаю пророссийски настроенных персонажей, или уж там тем более людей из российского эстеблишмента. То есть это либо граждане Украины, либо граждане каких-то постсоветских государств, ну которые не замечены были в любви к Путину и ко всей его, значит, банде. Так вот, все равно даже у этих людей в речи используется, ну в письменной, по крайней мере, используется оборот синдром Бабченко. Я вот на него наткнулся три или четыре раза и не выдержал одному человеку из тех, кто его написал... Я не буду фамилии называть, потому что не получил от них разрешения на их озвучивание, спросил, а что, собственно говоря, понимается под этим словосочетанием синдром Бабченко. И мне объяснил этот человек, что он его использует в том значении, что, значит, Украина, пытаясь где-то кого-то обмануть, рассчитывает на то, что ее потом никто не будет осуждать, потому что обман-то делается в благородных целях, и если вот уж в благородных целях, то, значит, ее простят, и дальше все будет хорошо. Вот таким вот образом использует теперь оборот синдром Бабченко. Я надеюсь, что ты доволен, что... Жизнь нужно прожить так, чтобы твоим именем назвали психиатрический синдром. Назвали неприличной болезнью. Я, кстати, знаешь, мы соскочили все-таки с темы Маши Захаровой, потому что я бы хотел еще сказать вот что. Смотри, вот вся эта их риторика, все их вот эти разговоры, меня это пугает на самом деле, потому что, смотри, они ментально живут в войне. Это то, о чем мы с тобой говорили на прошлом эфире. То есть у них все, этот переключатель переключился, и они уже к войне готовы. Мне кажется, вот этот момент категорически нельзя упускать из виду, и свары, склоки, рейтинги, газ по 2 гривны, это, конечно, одно, но время, которое остается до большой войны, а я теперь практически убежден на 100%, что они все-таки полезут. Я думаю, что они все-таки полезут. Вот это оставшееся время, конечно, нужно использовать по максимуму, и по максимуму готовиться. Слушай, почему ты так убежден, что они полезут? У них было 4,5 года, они эти 4,5 года убивали людей каждый день, они и так-то полезли. То есть мне это кажется, что вот уже, что они выиграют? Какое, может быть, там, я не знаю, обоснование для нынешнего, для широкого фронта? Ну вот тебе, пожалуйста, провокация в Керченском проливе, когда проклятый украинский бандеровский буксир напал на наши мирные ракетные крейсеры. Вот тебе казусбели, пожалуйста, я думаю, что они хотели его из этого использовать. Мне кажется, вполне вероятной теорией о том, я не помню, у кого я ее прочитал, у Иларионовой или у Иноземцевой, сейчас не помню, не могу сказать, о том, что им нужны Бердянск с Мариуполем, чтобы окончательно выселить Украину с Азовского моря, это первый момент. И второй момент, им нужна новая Каховка, чтобы дойти до канала, до Крымского канала. Вот мне это кажется очень-очень правдоподобным. Я на самом деле вот еще хочу что заметить. Мне-то кажется, что никакой логики нет сейчас в действиях России. Сейчас нет, я думаю, что они все-таки будут ждать окончания выборов, пока они ждут и типа надеются, что придет новая власть, с которой они смогут договориться. Ну, видишь, они же не просто сидят, ждут, они даже в Америке не сидят, не ждут, они используют какие-то технологии, попытки повлиять не только на то, как считают, но и на то, как голосуют, пытаются повлиять на людей, на их сознание, на их какие-то симпатии, антипатии и так далее. То есть они не просто сидят, ждут, они же активно работают. Действуют, да. Они же активно, мы это видим, да, мы видим там, что происходит в телевизионном эфире, что происходит в печатных СМИ, в интернет-СМИ и так далее. Мы видим это там по активности тех, кого принято называть троллями, и там чем ближе выборы, тем они активнее, тем они оголтели, тем они, скажем так, меньше стесняются в выражениях. Ну, то есть понятно, что идёт массированная война, но не очень понятно при этом, как от этого защититься. Есть ли какие-то там стопроцентно надёжные способы, не пустите, отфильтровать весь этот мусор, весь этот ссор, который вот к нам всячески идёт. У меня тут на прошлой неделе был в эфире же с одной моей коллегой разговор о том, где, собственно говоря, кончается свобода слова, начинается цензура. И надо ли в условиях войны вводить цензуру? И нету однозначного ответа на эти вопросы. Ну, правда, нет однозначного ответа. У меня есть однозначный ответ. Мой однозначный ответ таков. Свобода слова кончается там, где начинается война, и в условиях войны цензуру вводить надо. И это моё мнение. Ну, то есть, ты понимаешь... Не может у тебя в воюющей стране работать ретранслятор твоего противника и вкладывать в головы население твоей страны мысли о том, что давайте мир, что здесь всё плохо. Подожди, подожди. Газ по две гривны будет. Ты в какой-то другой стране живёшь? Наверное, потому что в парламенте воюющей страны, в парламенте воюющей страны есть люди, которые не просто не стесняются говорить, ретранслировать позицию страны-агрессора, а даже не стесняются признаться в том, что они бы, например, с удовольствием с ней бы дружили, с этой страной-агрессором. А ты говоришь что-то про ретрансляторы и так далее. Да ну, наверное, ты действительно в другой Украине живёшь. Ну вот парламент выбран именно потому, что эти ретрансляторы вложили эти головы. Ну парламент выбран, окей, он законный, легитимный, здесь действительно ничего не сделаешь, и цензура на парламент не распространяется. Прижучивать, я же не говорю про СМИ, да, разговор же не идёт о средствах массовой информации, разговор идёт о средствах массовой агитации, о средствах массовой пропаганды. К СМИ цензура не должна применяться, это однозначно. Но давайте включать всё-таки здравый смысл, давайте руководствоваться концепцией здравого смысла и смотреть, ну это же видно, где СМИ, а где пропаганда. Опять же, видно. Видно это не значит, видно это не юридический термин, да. Вот этим самым видно не при... Ты не говорил про юриспруденцию, ты говорил про философский вопрос. Нет, это не философский вопрос. В том-то и дело, что когда речь касается законодательства, национальных интересов и так далее, все философские вопросы тут же перетекают в вопросы практически. Как это правоприменительная практика, да? Вот где какой тот самый измеритель, который измерит вот это вот СМИ, а это не СМИ, а это сливной бачок, я не знаю, ФСБ Российской Федерации или там... Да есть измеритель НАЦРАДА, почему? Он существует. Другой вопрос, работает он или нет, справляется он со своими задачами или не справляется. Другой вопрос. Инструменты есть. Инструменты, пожалуйста, он сейчас даны Петру Алексеевичу введением этого военного положения, там 35 пунктов этих инструментов бери, используй. Но военное положение не распространяется, скажем, на Киев и Киевскую область, где эти СМИ в основном зарегистрированы и прекрасно себя чувствуют. Подожди, ты спрашивай, есть ли инструменты? Инструменты есть. Используются ли они? Нет. Нет, не используются. Политической волей их использовать? Нет. Есть ли возможность их использовать при таком парламенте, где там 30 или 40 или 50 процентов, как ты говоришь, активно готовы сотрудничать? Тоже нет. Но я не говорил про проценты. Патвая ситуация, наверное, патвая. Но, тем не менее, инструменты есть. Я не говорил про проценты. Я надеюсь, что их и не 30, не 40, и тем более не 50. Я надеюсь, что их все-таки меньше. Я тоже очень надеюсь. Не мог он здесь оказаться вообще никак. В общем, наша задача – догнать и перегнать Черногорию, правильно? Ты знаешь, я бы не ставил такую задачу. Это как-то совсем по-советски звучит. Кого-то догонять и перегонять. Я просто считаю, что мы можем, оглядываясь на чей-то опыт, делать какие-то выводы. Мы можем оглядываться на опыт положительный. В Черногории этот опыт однозначно положительный. Мы можем оглядываться на опыт отрицательный. В России опыт возвеличивания царя и прощения ему всех возможных историй, и поддержка его любых преступных авантюр – этот опыт однозначно отрицательный. И понятно, что поддерживать его – это хуже не придумать. Хотя для самого царя этот опыт, конечно, положительный. Но это мы еще… Подожди, это мы еще не знаем. Мы еще должны дождаться, потому что Чаушеску тоже в 1988 году думал, что у него все прекрасно, все хорошо. И что за него 96-97% голосуют, и он может творить все, что он хочет, и строить самое большое здание, и самые крупные парады в свою честь проводить. Это ничего не значит. Вот пока ты живой, и ты при регалиях, при полномочиях и так далее, выводы делать рано касательно этого самого конкретного человека. Вот уже когда потом в Википедии напротив даты рождения появится дата смерти, вот тогда уже можно так потихонечку, аккуратненько начинать делать выводы о том, что хорошего, а что плохого ты за свою жизнь, за свою карьеру сделал, и перевешивает ли хорошее плохое, или наоборот. Прям ты вот этой вот строчкой смерти напротив даты рождения прям бальзам сейчас вылил на мою израненную душу. А чем же твоя душа-то так израненная? Я всё жду, когда я исполню своё обещание станцевать на могиле. На чьей могиле ты обещался? Владимир Владимирович. А ты думаешь, там прям будет могила? А мне без разницы. Я думаю, что там не будет. Я на Спаске-Баскетинге джигу станцую. Вот интересно, есть ли, кстати... Если она останется к тому моменту ещё стоять. Есть ли могила у Мамара Каддафи? Тоже же большой вопрос. Есть ли могила... Всяк анализации ему могилы, чё? Ну вот так... Да ты можешь уже идти танцевать тогда. Если так идёт речь. Я вот ещё, знаешь, о чём хотел сказать, пока у нас есть время до очередного перерыва. Мы когда с тобой готовили тему, я тебе прислал историю о том, что ФСБ Российской Федерации по временно оккупированной... Управление ФСБ во временно оккупированном Крыму объявило в розыск сообщницу того самого сумасшедшего парня, который расстрелял учеников в Керченском училище. Так вот, мы вчера обсудили, и вроде бы как сошлись на том, что тема действительно достойная внимания и интересная. Но она вроде фейк всё-таки. Так вот выяснилось, что это фейк. Но самое интересное, ведь за этим фейком стоят те люди, которые смогли убедить массу не только средств массовой информации внутри России, но и государственных органов, которые разместили эту информацию у себя на сайтах, в том, что эти люди действительно, в общем, управление ФСБ России по республике Крыму и городу Севастополь, и всюду разошлась фотография этой женщины, которая непонятно имеет отношение или не имеет отношения к этому расстрелякову. Но тот факт, что какое-то низовое, не знаю, может быть, это тролли какие-то, может быть, это те люди, которые там на слабой или на спорн решили затроллить оккупантское управление ФСБ. Но мне-то хотелось бы верить в то, что это какое-то уже там более-менее сорганизованное сопротивление. Это те люди, которые пошли чуть дальше, чем просто взрывать себя в прихожей ФСБ по Архангельскому. Начали мы с тобой разговор перед рекламой и новостями об этих самых фейках, которые распространились со скоростью, на самом деле, со скоростью распространения интернета, со скоростью распространения информации в сети. Их масса людей подхватила. Так вот, есть ли у нас, как ты думаешь, надежда на то, что действительно вот каких-то там бомбистов-одиночек сопротивления внутри стороны агрессора перейдет в руки каких-то организованных групп, которые, там, я не знаю, смогут рассорить вот эти вот и без того не очень друг с другом ладящие башни окончательно. Да это не то, что надежда, это исторический закон, и я уверен, что в конце концов так и будет. И в России, в конце концов, полыхнет очередной бунт, бессмысленный и беспощадный. Но только проблема-то в том, что он не будет совсем ни либеральным, ни демократическим, ни за то, чтобы, там, войти в НАТО и стать нормальной европейской демократической страной. Он-то будет как раз в противоположной, ну, может быть, и не в противоположной, может быть, и в этом направлении. Но практика показывает, что такие идеи никогда не могут долгое время продержаться, и такие люди никогда не могут удержать власть, и на их место всегда приходят уже совсем дистиллированные упыри. И в нашем случае это будет некая помесь между Мельчаковым, Лимоновым, Прохановым, Дугиным, Попом Смирновым и кто там еще у нас совсем головой поехавший. Поэтому эту власть снесут. Однозначно вопрос в том, кто придет на ее место. Я вот, например, совсем не исключаю Рамзана Ахматча Кадырова, потому что он, как я уже неоднократно говорил, вторая сила после, вообще, Путина, после силовиков и после армии в России, это Кадыров с его частной армией. Вот если Кадыров придет, там, когда пепел осыпется, и на турне в Кремле мы увидим Рамзана Ахматча, вот тогда бегите все, вот тогда будет Ахтунг. Так нужно к этому времени успеть достроить стену Яценюка высотой Семпаль-стейтбилдинг. И закупить крокодилов, однозначно. Закупить морозостойких крокодилов и выпустить их в акваторию Азовского моря. Да. Кстати, а ты знаешь, что у всех этих странных людей, которых ты начал вспоминать, у них есть поклонники за рубежом, и вот наш с тобой коллега Денис Казанский на днях вытащил отличную, очень показательную историю американца Уильяма Пола Рейли. Ой, красота. Который в 15-м году поехал на территорию так называемого ДНР. Он такой был, значит, убежденный антифашист и ехал помогать, значит, ополченцам. Я это слово беру в кавычки вполне осознанно, потому что понятно, что никаких ополченцев нет. Есть либо оккупанты, либо их пособники из числа местных жителей. Ополчение – это, в общем, эвфемизм, за которым пытаются скрыться банальные преступники, наемники, убийцы, грабители и мародеры. Так вот, он поехал, значит, естественно, через российскую территорию. В Ростове его ограбили, у него украли 2000 долларов наличными, и еще и банковские карты. Причем, я так понимаю, что умудрились выбить из этого парня, несчастного американца, еще и пин-код, потому что с этих карт потом расплачивались, снимали деньги в банкоматах и тому подобное. Потом этот парень уехал-таки, доехал куда-то в временно неподконтрольную территорию, так называемый ДНР. И там пропал. Пропал без вести. Вот просто пропал, причем там родители его искали, родители пытались найти какие-то контакты, выходы на тех людей, кто мог бы его видеть, мог бы его знать, хотя бы где-то там пересекался бы с ним. И вот с 15-го, напомню, года никак его не могли найти, но вот в конце концов нашли. Он убит и похоронен на территории так называемой ДНР еще в середине 15-го года. То есть вот примерно как он исчез летом 15-го года, так вот он не просто так исчез, он нигде не потерялся. Он не там забыл зарядку от мобильного телефона и пошел гулять. Его те самые «ополченцы» в кавычках благополучно и порешили. Естественный отбор действий и премия Дарвина номинант на премию Дарвина, на мой взгляд, однозначная. Я вот каждый раз удивляюсь, все эти люди, они, конечно, живут совершенно в другом мире, да, и когда вот им начинаешь рассказывать о том, как ситуация обстоит на самом деле, они, конечно, такие благодушные дурачки, начинают тебе рассказывать, что нет-нет, все не так, давайте будем помогать людям, давайте там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и со своими вот этими вот идеями прекраснодушными едут, то этот американец поперся в Северную Корею, оттуда его вернули полутрупом, через две недели он умер. Потом это француженка, которая там в Россию поехала облагодетельствовать эту странную гигантскую территорию Сибирь, где медведи пьют водку и играют на балалайках, ее там отвалдохли до сотрясения мозга, перелома носа. Теперь вот этот вот потащился. Но это будет показывать только... Это будет там, на Западе, показывать то, что... Ребят, слушайте, если у вас образовалась на карте очередной Сомали, не надо ездить в Сомали. Вот если вы хотите прожить подольше, мой вам совет, не езжайте туда. Если вы туда едете и были предупреждены, ну, что сказать, будем надеяться на то, что премия Дарвина будет ваша. Денис Казанский указывает еще на то, что с большой долей вероятности его там не какие-то вот эти, значит, полупьяные казачки убили, а что его там приняли за шпиона. Запросто. И, скорее всего, к его гибели, гибели этого прекрасно душного американца, который отправился помогать антифашистскому ополчению, причастны ФСБ Российской Федерации, которые его-то приняли за шпиона, его, скорее всего, отвезли на какой-то подвал. И, скорее всего, на этом подвале слегка перестарались, как это время от времени случается. Может быть и так, может быть он просто в деревне попался, где-нибудь попался не тем людям, которым надо было обхмелиться. И такой вариант возможен. Не надо ездить в Сомали, там может случиться все, что угодно. Давай про моряков. Давай. Давай про моряков. Я прежде всего хочу действительно сказать огромное спасибо тем людям, которые приняли наиболее деятельное участие в судьбе 24 украинских заложников, которые оказались в руках сейчас карательного аппарата ФСБ, МВД, Генпрокуратуры Следственного комитета, как хочешь называй, но суть это одна. Это карательный аппарат Российской Федерации. Это в первую очередь Нариман Жилиал, который смог в Крыму организовать сбор помощи ребятам и продуктов, и вещей, и все это действительно смогли передать. И после того, как ребят уже перевели из Крыма, из временно оккупированного Крыма в Москву, в московские СИЗО, смог эти вещи переслать каким-то образом, передать так, чтобы они в итоге дошли. И это, конечно же, наш с тобой коллега и товарищ Асман Пашаев, который организовал сбор средств на материковой части Украины, смог собрать действительно большие деньги. 420 тысяч. 420 тысяч, плюс еще какие-то деньги часто, кстати, в наличной валюте приносили люди к нему, в том числе на работу. Это Вика Ивлева, наша подруга и наша коллега, которая, как ты написал, последний порядочный человек в мордоре остался. Один из последних живых. Не последний все-таки, но один из последних живых. Который Асман перевел, переводит сейчас прямо в эти минуты часто деньги, на то, чтобы она смогла ими там распорядиться с пользой для пленных ребят. Естественно, какая-то может быть польза. Это оплатить медикаменты, оплатить работу. Деньги во время ареста, деньги нужны всегда. Первое, что нужно, это деньги. Это самое первое. Вот чем помочь? Деньгами. Нужны деньги, применение им найдется. Я бы хотел, извини, что я тебя перебила, я бы хотел сказать еще вот что. Друзья мои, дорогие наши радиослушатели, зайдите на страничку Виктории Ивлевой в Фейсбуке. Она опубликует, обещала сегодня опубликовать, я не смотрел пока, может, уже опубликовала. Адреса, куда можно написать по системе ВСИН-письмо. Напишите ребятам письма, пишите письма, потому что первое время после ареста это всегда психологический стресс, это всегда психологический слом. Тебя запирают в какие-то камеры, тебя увозят в Лефортово, в Москву, ты сидишь в полном ужасе, ждешь, что тебя сейчас выпишут 20 лет, что, в принципе, вполне возможно. И это действительно очень тяжело, психологически это очень тяжело. И поддержка в такие моменты невероятно важна. Вот я вам могу сказать по себе, невероятно важно знать, что о тебе на воле помнят, что о тебе на воле думают. Невероятно важно получать письма, напишите что угодно. Черкните, ну там, конечно, чтобы письма, конечно, проходят цензуру, да. Пишите так, чтобы ваши письма прошли цензуру, но напишите хотя бы просто, мы вас помним, гордимся мы с вами, да, вот хотя бы эти три строчки. Пусть туда им письма приходят мешками. Во-первых, это поддержит их. Во-вторых, что главнее, что важнее, это покажет руководству следственного изолятора, что к ним приехали непростые люди, да. Что их там ставить на растяжку или применять к ним ласточку, да, или надевать в противогаз и засовывать туда горящие тряпки не следует. Потому что за ними следят. У них гигантская поддержка. Есть гигантская информационная поддержка. И все их противозаконные действия, я говорю русским языком, пытки будут, тут же станут известны. К ним будет другое отношение. Поэтому зайдите на страничку Facebook Виктории Ивлевой, возьмите эти адреса и напишите им письма, пожалуйста. Это вот прям моя личная просьба. С одной оговоркой, вот ты уже упомянул про цензуру, и здесь важно очень понимать, что да, когда вы пишете письма, пожалуйста, во-первых, нельзя упоминать в этих письмах никаких политических партий и движений, которые даже вот теоретически могут быть запрещены в России. То есть все эти письма должны исходить не от политических деятелей, не от представителей тех или иных партий и движений, а только от частных лиц. Это важный момент, иначе письмо с большой вероятностью не дойдет до адресата. Это первый момент. Или может стать доказательством и навесить новый срок, это правда. Второй момент, и на него обращают внимание в том числе и сама Вика Ивлева, и адвокаты, ребят, которые работают. Кстати, замечу, что это в основном крымские татары, которые взялись помогать украинским пленным. Спасибо им огромное. Они тоже обращают на это внимание, что с большой долей вероятности, скорее всего, не пройдут цензуру письма, написанные на украинском языке. Поэтому письма, которые отправляются в СИЗО к украинским морякам, к украинским военнопленам, должны быть написаны на русском языке. Это увеличивает в разы шансы на то, что они в конце концов окажутся в руках ребят. Так, два главных пункта. Первый пункт – это никакой политики. Второй пункт – это русский язык. Да. Ну, я думаю, Вика там все распишет. Зайдите еще раз, посмотрите ее пост. Мы пожелаем удачи и скорейшего возвращения ребятам. 24 украинских парня оказались в заложниках у, на самом деле, карательной системы. Это действительно карательная система. И вот мы сегодня в эфире с Антоном Нумалюком обсуждали вот эту вот моментальную, причем секретную переброску их из Крыма в Москву. И, в общем, сошлись на том, что испугались, судя по всему, оккупанты той реакции, которая вызвала задержание людей в Крыму. Когда они увидели, что тысячи человек готовы помогать украинцам, украинским морякам, оказавшимся в СИЗО, ставшими на своей земле военнопленными, они решили лишний раз не дразнить общественное мнение и как можно скорее в ночи, никому ничего не говоря, просто вывезти их из Крыма. Ну, спрятать их как можно дальше, отвезти их в Москву, где нет такого количества ни крымских татар, ни прокраски на страну. Ну, где такой поддержки не будет, таких митингов не будет, конечно, безусловно. То, что их вывезли, а секретно они всегда так делают, это у них внутренние инструкции, чтобы предотвратить побег. А сейчас-то они, конечно, там все сидят и видят, как Ярош на боевом драконе прилетит и будет их отбивать, поэтому это, в общем, естественно. Но хорошо, что нашлись быстро в течение суток, потому что бывает, что и там и по месяцу людей ищут, когда их куда-то там этапировали. Это хорошо. Это хорошо и еще хорошо. До какой же мы жизни дошли, что говорим уже, это хорошо, что люди нашлись всего через сутки, а не через месяц все-таки. И живыми. И живыми, да. И живыми, да, да, это действительно, мы дошли уже до той жизни, когда те вещи, которые еще совсем недавно, буквально несколько лет назад, казались невозможными и дикими, теперь воспринимаются как хорошие новости. Вроде бы, да, не придумать истории отвратительной захвата в заложники украинцев, которые никому ничего плохого не сделали, выполняли свой гражданский и военный долг, да. А теперь мы говорим, хорошо, что их не запытали насмерть, хорошо, что их не убили, хорошо, что их не отправили без суда и следствия куда-нибудь в Луботнанге. Хорошо, что мы теперь понимаем, где они находятся, и есть возможность и помощь им передать, и письма им отправить, и хотя бы хоть как-то, хоть на основании там слов адвокатов и их защитников узнать, что с ребятами вообще, как они. Но, опять же, мы не можем не поздравить Владимира Владимировича с замечательной многоходовкой, да. Этот чувак, опять же, ушел совершенно в свой мир, и вот что тебе стоило просто взять и отпустить этих военнопленных, показательно на весь мир, сделать жест доброй воли. Нет, в своей шизофрении ушел в свой мир, и мы ждем новых санкций ему за это. Вот и на этом мы прощаемся с хорошими новостями. Всего доброго, спасибо вам большое, услышимся, увидимся ровно через неделю в следующей понеделе. До свидания. Радио НВ